Сочинские спасатели помогли екатеринбургским туристам, упавшим со скал. Происшествие было зафиксировано накануне днем по единому телефону спасения 112. Ну вы говорите, что вы видите Красную Полянку. А какие-то скалки перед вами слева-справа видите или нет? Так, а где локацию вы не отправляли свою? Дальмены и вот они. Роба, услышал? Все, не сажайте батарейку, телефон не занимайте. Здравствуйте, нам нужен вертолет на очи школы. Двое екатеринбуржцев, 48-летняя женщина и ее 16-летний сын, на отдыхе в Сочи решили прогуляться по горам к Ачипсинским водопадам. Маршрут номер 13, ведущий к этим достопримечательностям, сейчас закрыт из-за неустойчивости грунта. Местами горы еще покрыты снегом, и местами тропа превращена влагой в грязь, на которой легко поскользнуться. Так и произошло. Оба путешественника сорвались со скального выступа и упали вниз. Благо, невысоко. Но оба получили ранение и самостоятельно выбраться со склона хребта Ачишха не могли. 16-летний подросток сообщил спасателям, что сильно повредил ногу, а его мать, ударившись головой, потеряла сознание. Получив GPS-координаты терпящих бедствия туристов, спасатели южного отряда МЧС подобрались к ним на вертолете Ка-32. Спустились с помощью лебедки, наложили подростку в вакуумную шину на поврежденный голеностоп, а его мать поместили на носилке, зафиксировав шею воротником шанса. После чего подняли на борт и доставили в Сочи, где Екатеринбуржцев приняла бригада скорой помощи. Сочинские спасатели напоминают туристам, что для горных походов необходима соответствующая экипировка и в первую очередь обувь. В поход нужно идти с аптечкой и средствами связи, а свой маршрут заранее регистрировать на сайте соответствующего, в данном случае, южного подразделения МЧС, или хотя бы по телефону.